доброго всем времени суток с вами texer продолжаем снова runner и очередная задачка у нас это строим материалы какой-то растяпту накидал кирпичи их надо собрать привести на лесопилку такой прицеп бортовый прицеп здорово нам это понадобится и вот заберу и заодно продам поэтому я взял фрейд лайнер к нему прицеп можно цеплять и погнали надеюсь она этого высокая седла то что там зла не будет высокое седло и заодно мы посмотрим как какая-то насколько это хорошая штука так на вроде влево да нам вроде влево как лучше то по идее лучше вот отсюда проехать да я три кирпича не соберу они по одной дороге собаки два собрать проехать прицепу и сюда или проект отсюда 3 собрать и вернуться не отлучаться два собрать и так все поехали за руль за рулем помощь не ездил ну такая сидима гонитолка старенькая ну хоть уже появилась там помогу в первых грузовиках то ее не было то только радио существовало ладно так давайте я все-таки громкость приберу немножко у игры так чё еще тут кабине хорошего ничего довольно стандартно типовая кабина современная пластиковая ничего особенного не нет как-то очень близко я сижу вот к рулево это я так близко не люблю сидеть ну ладно в игре можно так заправляться не надо только что из гаража все здорово я надеюсь я туда еду по идее еще мост будет опа я куда еду я не туда еду я думаю я вот так вот выехал а я ну ладно там налево поверну я смотрю самолет стоит идет не в кассу тут что поделать запутался бывает вот тут налево по этому аппендиксу не будет полный привод у второго у фрейдлайнера по моему да который прицеп не может тащить у него блокировочек всех поменьше я думаю все равно все будет нормально грузовики ядреные лазу и по идее лазу неплохо а или подвески высокой нету подвески высокой может у этого нет черт узнает непонятно 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 так знаки кыш погнали надо было наверно точку поставить докуда мне ехать но грязь сквозь кузов летит не айс сейчас заметил да сколько играю обратил внимание что грязь через кузов летит только сейчас отчет я давно не играл в american track там кстати же новые штата и даха вышел блин надо был стрим сделать но может еще сделаю может быть какой-нибудь день стрим замучил как всегда доехать до штата взглянуть на него одним глазом и забросить игру до следующего обновления так река а че собственно мучаюсь прикидываю где это будет он кирпичи лежат там и будет козырьки от солнца трясутся немножко переборщили они стряска конечно они так так-то они не так сильно трясутся прикольно что сделали он пояшу провод болтается нас козырьки сделали прикольно не первый раз вращение ты продал слева это это буду кстати по моему они за него гудят мне кажется любят американцы такую веревку сверху повесить и занять дергать тип ту ту ай ту ту я еду хочу серьезно вот так вот слабым и продамаживаюсь так что тут у нас собственно нормально следующий поворот мой это на 100 это фред лайнер на 1 к терпиллер у нас при заплате вот из туда много не буду полный привод включать как я люблю что скажешь грузовик без полного привода на общем по хрен у тебя как и должно быть ведь шоурует полный привод неполный привод мелочи какие мне кажется мой джемчик даже здесь нормально бы ездил так но прям сразу в реку будут дыхаемся там у берегу можно подняться наверно не потом берегу нельзя подняться ну ладно так приехали опоры на опоры я сказал подняли даже перевернись на камеру не очень хорошо стоит наверно не очень так доблюсь сюда чек приехали а упаковать виллу готова выезжаем так показалось ли вода примагничивалась к передним колесам наверно не показалось наверно на заднем ходу обратная анимация отображается так делают и поедет дорога фигачем но задание вообще любая проблем с ним никаких до что завалено не было тут завалено ах вы собаки страшные ну чё полный привод и искать объезд тут главное краном не цепануть просто на машину заколбасит в общем хана и так вот тут проеду нет черт но там не выше полная все ты сейчас трубой зацепиться и забагуется это будет жопа ну или краном высоко высоко варим карту где она может быть выше но там по реке если или вдоль трубопровода проехать поискать где лучше да ну и обижать не хочу были но тут была засада конечно не ожидал не ожидал вот разобрана то есть понятное дело что я когда-то видимо видел тут что тут разобрана в последний момент у меня мысль мелькнул что там счета там не то может быть ладно едем тут трубопровода ищем дырку должна быть лес конечно мешает а по идее проломимся если березу трубу не схватит ну лебедки про протянем с чем-чем сделаем вот тут я смотрю уже так ним не низко но кран сапанется скорее всего вот там долина хорошая впереди долинка такая прям под трубой проходит вот тут вот проедешь неожиданно осложнение конечно не ожидал так а там через что а а там можно и выехать тогда не морочиться просто вперед пропилить до дороги и все так если елки меня пустят елки пустят то не хаммер не пустят а эту кракозябру они пустят но и все сейчас буду трубопровода как чё по времени здесь нет нормально я думаю мы еще успеем сестерну увести там без номеров там задаете кто-то пытался из трубопровода что-то слить см они смотались системы оставили тип там подбери съездил все добро пропадать ой да ладно застрял а между пнем и деревом а трудовик застрял сушку опять застрял отвечу береза держит что береза держит но можно не береза но держит ладно дефолтный либо лебедка не тащит на пусть точнее дефолтная а как странно выбирает чем прицепиться просто ветка держал полный привод в руби обратно так меня на право понимаю срезал немножко все автомат погнали а вот меня ждут следующий кирпич давай вот сейчас прицеп и все кирпичи разом отвезем давай когда же использую тяжелый кран никогда наверное да нету для него миссии или там самом конце на таймбре что используя на аляске я уже не верю вряд ли он есть тут скорее всего нет задач для тяжелого крана а жаль было прикольно так распаковать упаковать есть погнали не скажу что он прям круче фрейдлайнера намного по моему ощущение примерно такой я думаю мощнее фрейдлайнера тем отличается а в остальном такой когда не надо будет прицеп таскать тогда поюзаем к трепиллер посмотрим лучше ли он white star а так вот ну фрейдлайнеры нет не фрейдлайнера как у блин плит старого замена плит старых плит старых так куда мне тут мне тут проехать ним кирпичей печально посмотрев на них и вот на эту дорогу блин далеко и там бортовой взять и там время пожалуй промотаю ну так оно неспешно и при этом уверенно тут план не кувырнулся уклон хорошее ну-ка ты такой же шатуч как в лет старт но да не получше получше так вот кирпичи лежат узлы зацепились ой грязюк тут ладно объедем кирпичи мы за тобой еще приедем с прицепами что разворачиваться буду чё не не погнали это блокировка пригодились нормально в ночи уже волки воют похолодало и все так хотя блин такая грязюка вот ощущение нет морщей мороза нет весна весна все тает грязюка зимой такой быть не можно замерзать только если по дороге то что постоянно месяц грузовики тогда да а так не должно кирпичи на черепицу похоже лежат так странно то ли железо то ли черепица так ну чё где-то рядом уже а тут эти стопа а я это брал набрал просто я тут вижу он видите улучшение лежит я наверное собирал блин на таком-то расстоянии должно улучшение показаться да ну да точно точно брал не мог не брать блин ночью прям совсем цвет фартука вен и все так вот там забор нет не забор там трубопровод блин причем шарахусь места где-то самая система стоит где-то здесь его врезали так он прицеп елки он груженый а вот это засада то есть его конечно это если вы еще отсюда счет меня даст они хрена мне не даст он груженый я груз не могу выкинуть а чуть-чуть не могу могу он же переключается какой груз выкидывать я же не весь сразу я балки его на хрен выкину отсюда ай и все то главное швец и кирпичи не выкинуть а балки на фиг не нужны так так да шпонг ушло погнали а функция так или хорошо а да 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 день 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 сам же не люблю когда ночью и катаюсь ночью при этом все прицеп пошел балки я думаю что был прицеп для заданиями вот мне было так просто не отдали ладно сейчас схвачу кирпич и сдам его нафиг но прицеп от обуви зациализованные места лучше longhorn попробуем как она вообще я думаю все таки малыш не помню название по фрейдлайнер какой-то ну зелененький короткий но мне кажется он выиграет соревнования тягачей потому что четырехосновать longhorn пока он на буксире тащил он произвел такое не очень впечатление может он на своем ходу будет шикарен я не знаю но вот на буксире он что-то был не очень неубедительно как-то выступил у коротыша конечно тоже своих заскоков хватает вас минуту бешеная то маневренность когда он его поперек дороги аж крутит ну посмотрим я правда люблю более такие неповоротливые такие более спокойные машины вот этот который вокруг там задних колес разворачивается для меня перебор на каш маневренность хорошо но перебор уж как-то уж так как тут разворачиваться буду мучить такой вопрос не трогай ты его дотянется мне кажется цеплять надо будет да он не затягивается просто так открепить и вот так встать вот тогда тянется и снимку вернется так погнали в грязь уйдет навернется сначала я разверну сторону прицепов там буду тянуть вперед максимально пока не кувырнуты до характерного кувырка так шмяк так упаковать присоединишься присоединишься распаковать упаковать готово дело сделано ну почти сделано ладно теперь надо развернуться как-то тут на пятачке я включил даже блокировку чтобы он меньше буксовал на этом пятачке тут ничего хорошего не устроишь туда-сюда рычаг перекидать мне не нравится колеса крути быстрее ли его лениво колеса поворачивать так понятно подостряли но сейчас да еще задними колеса капитально здоровье дерево камни катится так ну почти-почти тут еще прицеп не кувырнуть он будет пытаться а я буду пытаться не кувырнуть при этом мне в одну-то обрез краном самому собирать че-то опять он выпадет и все прицеп с поворотной осью во всех игр доставляют проблемы все нормально вышли не падать не падать не падать ну че вот эта машинка она так сказать прошла тест все хорошо она может фрейд лайнер флейт старт там точно не вернется блин все на ф флейт старт нам точно не вернется это ее заменил а потом котяру посмотрим ну я думаю тоже будет нормально не могут же быть следующие грузовики на картах а хуже чем предыдущие стартовые не могут и не на вистар пока особо неким заменить уж больно хорош на эти-то ну на вистар подарочный и сдаваться и тут пока его оставлю потому что продажи прицеп я уже за кадром и тадам прекрасно так расследование до на машины и расследование вот тут цистерну упереть куда-нибудь упереть куда-нибудь у нас вот тут стоит дэри лонгхорн я все душно и что высокий ставил на нее так секундой посмотрим высокое седло надо низкое седло об ламинго но я все равно его использую потому что мне интересно по идее на вистар бы туда сгонять но нет пусть будет низкой вообще можно если окажется ну типа ничего то пусть не среди колес даже не поворачивается если он кажется ничего так его можно ставить как тягач с низким седлом но без прицепа что вистар у нас тягач с прицепом я увеличиваю увеличиваю свой гараж так низкое седло что купить то бесплатно купить хорошо мы купили низкое седло пошел-пошел-пошел-пошел-пошел мне очень странно но средние колеса кто дом у нас с колесами под пузом бардем к наверное бардем к снизу эти колесики чтобы она пузом не ложилась у него такая фигня какая-то а я ее и удел ну у тебя и радиус ты вот сейчас с этим сделал да у него радиус вообще кипец вот что я делал эти средние колесики даже не знаю но это чтоб пузом не ложился мне кажется другого применения них нет так он очень такой инерционный направо и налево он очень инерционный то есть мотает его по дороге не хуже чем коротышку но вот идея второго тягача мне понравилось что мете будет тягача высоким седлом и с низким и меня заезжать в гараж и ставить а на вистар все на вистар с прицепами работает с прицепом с длинным своим вот с этим тут же у нас блокировка включена постоянного он на все вообще колеса всегда забавно забавно и коробочку у него стоит видите я поставил ну или было вездеходная то есть с понижайками они тоже все здорово ну на деревьях пасуют все так я мим лесопилки должен проехать до мим лесопилки и в болото крутим 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 вот так ничего бежит маневренность правда не на уровне зато постоянно включена как у моей любимой безумной пожарки так что то я включен тени у тебя где-то вот средние колеса такое ощущение что он на них подвисает но они они без привода же просто колеса и чё да они без привода не просто колеса постоянно но ведь они прям вот эта фигня конечно о чувак твои очки стремительно падают барахло вот вы думаете на как дочь навистарту застрял бы я думаю нет ну блин и дерево возможно но чё-то как-то слушайте не впечатляет не 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 ему эти колеса средние просто мешают они хрена не мы не помогают то есть да он пузом не бьется он пузом не бьется но он ими как бы цепляется получается они без привода нет на продажу цистерну вывезем и на продажу не нравится навиг гораздо лучше работает фу-фу-фу правильно мне писали что вот этот тягач он барахляндия цепляется он средними колесами и все и буксует для слонов и ящериц и вот это не в кассу то есть я левее него попробую пройти он ездит он полноприводный но нет слишком длинный наверно ну что кратыш будет удержал свои позиции запасного тягача я думаю у него тут проблем вообще не возникло но выкручивает и елки по маневренности вообще полный отстой и осваивать вот он застрял невзирая на колеса ему привод на колеса найти нужен тогда он сейчас на пусть у меня висит он висит на средней паре колес вопрос за кем хреном мы сделали среднюю пару колес на их висел он на пузе может висеть с тем успехом то есть опять не подъеду из-за его волшебной маневренности все подъехал до подъехал я тушу кота поперта выкрутит колеса уже нормально прицеп далеко я понимаю что далеко я по нему подвезть не могу ну ну спасибо так я его взял топлив на стену я его взял фиг ли мне пока а вести его сюда машины погнали ну дури хватает опа дури не хватило я тросом дернусь пошло так руль в бок это опять лежание на пузе за колеса елки зачем вы испортили машину а главное ну понятно что это не очень просто сделать привод на эти колеса но если бы они крутились это было гораздо лучше просто как опора для пуза но он висит они должны сделать ну выдвижные какие давать я вижу там вот пневмоподвеску но в игре она не реализована то есть я не могу их поднять эти колесики вкинуть вытянуть я вижу там пневмоподвеску то есть на реальной машине они втягиваются наверное под пузо и выпускаются что ведь чехол наверху то есть они должны под него подниматься под этот чехол подниматься и тогда не мешать нам пузо не цепляется а нужно ты их выпустил ну и там чего-то приподнял да при таком раскладе если они выдвижные они выдвижные судя по всему что вот вот баллоны пневмоподвески стоят этих можно надувать их можно сдувать при таком раскладе да было бы ничего втянул их под пузо и достал колеса земли не надо вытянул и уже едешь на четырех осях нет не канает а не канает сидит он очень плотно просто это у вас берет часть нагрузки соответственно сцепление остальных осей с грунтом хуже становится она не толкает его вперед опоры является что нет нет лонгхорн но вы посмотрите на эту пипец здесь всерьез так заморачиваться можно было бы продемонстрировать как тут навистар допустим справиться на или коротышка ну блин может не поверить они справятся гораздо лучше я на них уже поеду так что фрейд лайнер тест прошел лонгхорн тест не прошел с лонгхорном простимся очень все хреново невзирая на постоянно включенная все 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 что кстати тоже ни хрена не плюс то есть жрет тонн много толку с него мало вот смотрите дорогу даже не основа не особо сложная а его все равно колбасит между передачами что он буксует он застревает ему вот это четвертая ось она им просто мешает временами ее бы убрать и выпускать только ты на каких-то перед ноги в перегибах проезжаешь где он может просто на раму лечь но опять же на раму лечь в игре дамаг от этого как-то не реализован в жизни туда в игре нет ведь его вообще будет брать это уж может а было бы ничего но в общем да все в продажу в продажу тебя заразу ну ладно не очень заразу но в продажу благо гараж рядом сейчас сдадим и и все так все лонгхорн поедем с тобой прощаться тут база я в кабине не посидел дать посмотрим вентилятор крутится ничего птичу зимой жар ой слух там посмотрите блин вот это все гидравлика вот точно там колеса задействованы нет может чуть чего-то но вот с риску к нему гидравлики управление гидравлика сколько рычагов до четыре рычага это чем это мы так хорошо управляем ну пневматикой может я догадываю чем-то хорошо управляем два вентилятора не курить кнопочка сколько очень напоминает наши армейские машины дубовое железное все так гаражик я тебя добычу привез смотрите основные у вас там не на пневмом подвесе основные мосты у него тупо на рессорах то есть меня он подвес меня тупо центральная силуэт его но точно управляемая так купить при просмотр на стоянку надо вывести на на стоянку а его продавать со стоянки извиняй лонгхорн мы машем тебе ручки полмиллиона денег есть ну что ж господа на этом все жмите пишите до новых встреч